Здравствуйте и добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы снова поговорим о Лене Хэппи, которая назло недоброжелателям продолжает демонстрировать нам Дольче Вито, продолжает показывать нам, как красиво она живет в Москве. Да, Лена переехала от брата снова в Москву, заселилась на 4 дня в гостиницу всего лишь за 35 тысяч рублей, то есть это примерно где-то 350 долларов. Расплатилась Лена наличными, потому что ее российская карта еще не готова. Номер шикарный, правда, всего 3 звезды, но после инспекции Лена гордо заявила, что номер тянет на 4 звезды. Это практически апарт-отель, то есть отдельная квартира, где все устроено по последнему писку и где даже есть балкон, выходящий на центр Москвы. Очень жаль, что Лена не проведет с этого балкона по старой уже сложившейся традиции, прямой эфир, но Лене сейчас не до прямых эфиров. Лена оккультуривается. Лена заполняет культурный вакуум, образовавшийся у нее в жизни за годы проживания в Соединенных Штатах Америки. Все оставшиеся дни, а Лена улетает в субботу 8 декабря, все оставшиеся дни пребывания в Москве у Лены расписаны, и каждый день Лена будет ходить на какое-то культурно-массовое мероприятие. Так, например, вчера Лена была в театре, сегодня вечером снова пойдет на какую-то пьесу, в которой будут задействованы звезды советского кинематографа. Давно Лена не соприкасалась с прекрасным, не хватало Лене культуры, как воздуха. Во Флориде не то, что в театры Лена не ходила, Лена даже мимо театра нигде близко не проходила, но нет такого изобилия театров, концертных залов. Во Флориде, по крайней мере, там, где она живет, их нет, я так понимаю, не предвидится. Поэтому Лена пытается возместить пробелы, Лена пытается заполнить ту культурную дыру, которая образовалась в ее жизни за годы мытарств в Соединенных Штатах Америки. Поэтому вчера вечером Лена с особым настроем, с особым духовным подъемом бежала в театр на пьесу под названием «Лом идеаль» — «Идеальный мужчина». И, естественно, завалившись с мороза в театр, первым делом Лена пошла в буфет. Не судите, говорит меня строго. Но так захотелось зайти в буфетик, посмотреть, что тут да как. Лена посидела скромно, взяла бутылочку яблочного сока, а также два бутерброда с красной икрой. Почему, говорит, в театре все время подают эти бутерброды с красной икрой? Лена не стала бутерброды есть прямо в буфете, она их сложила и положила в свою дамскую сумочку вместе с телефоном, чтобы потом в отеле с чайком съесть эти бутерброды. И тут Лена утерла нос своим недоброжелателям, потому что так получилось, что и Галина с канала «Жизнь на юге Англии» тоже только что выпустила шортс, в котором Галина хвалится тем, как хорошо она живет. «Красиво жить не запретишь» вынесла Галина в название своего шортса. В этом маленьком ролике Галина показывает, как она хомячит красную икру из банки ложкой. Натюрморт не для слабонервных, потому что тут же рядом с банкой, из которой торчит ложка, стоит и бутылка белого вина, и все это в каком-то хаосе. То есть на этом же столе какая-то скомканная бумага оберточная, какая-то фольга. Галине стали писать, «Галина, вы что, на помойке, что ли, сидите?» Выглядит это все очень неаппетитно. Там еще рыбка какая-то была нарезана, тоже лежала эта рыба на какой-то скомканной газете. В общем, ей пишут, «Галина, ну вы что? Вы что, как бомжара сидите это все, едите? Вас что, не научились сервировать стол? Вы что, за годы проживания в Англии не научились красиво накрывать стол? Ну что это за безобразие? Фу, Галина, отвратительно. После всего увиденного у нас напрочь пропал аппетит». Тут Галина, конечно, стала ругаться, мол, «Женщины, вы такие злые, почему вы такие злые?» Галине тут же стали доброжелательницы писать о том, что ей все завидуют, Галине все завидуют, все тоже хотят, как Галина, есть ложками икру. У нас еще есть одна Галина из Соединенных Штатов Америки, Галина Смис, которая тоже какое-то время назад выпустила видео, чтобы всем утереть нос. И в этом видео Галина показывает, как она чуть ли не из тазика ест эту красную икру, намазывая ее толстым слоем на кусок хлеба. Галина покупает где-то сырую самопальную икорку, потом ее дома солит, естественно, все это в тазиках, раскладывает все потом по банкам, и каждое утро хомячит эту еду. Но и тут Лена Хэппи всем утерла нос. Лена не покупает ничего тазиками. Лена купила себе бутерброды по театральным ценам, по ценам буфета в театре. Это совсем уже другой уровень. Учитесь, как надо красиво жить. Лена не считает денег в Москве. Проходя мимо магазина косметики, Лена купила себе какую-то шампуньку, какой-то кондиционер. Не спрашивайте меня, сколько это все стоит. Я не знаю. Я этим не интересовалась. Мне просто понравился цвет. Розовенькие такие бутыльки. А также понравился размер. Легко перевозить, когда путешествуешь. Вот и все. Кроме того, Лена решила интенсивно начать уход за лицом. Поэтому она опять, проходя мимо очередного магазина с косметикой, решила сделать себе приятное. Зашла туда прошмыгнуться, разговаривала с консультантом. И консультант помогла Лене выбрать тюбик с сывороткой для лица. Производитель Корея-Франция. По-моему, совместно французско-корейское производство. Никогда, говорит Лена, о таком не слышала. Решила взять. Дороговато, правда. 25 долларов, если переводить на доллары, за малюсенький такой флакончик. Но ничего. Зато, говорит, какая легкая сыворотка. Вообще ее не ощущаешь на лице. В общем, Лена ни в чем себе не отказывает. Только радуется жизни. Снова пошла в свою любимую кофеманию. Там пюрешка с мяском. В отеле она заказала себе рассольник. Тоже, знаете, вкусняшка. Очень вкусно. Рассольник, правда, дороже, чем борщ. И какие-то другие супы. Но, тем не менее, Лена наслаждается жизнью. Единственное, чего Лене сейчас не хватает, это любимого человека. Несколько раз Лена вспомнила Селима. И когда заселялась в последний апарт-отель, места полно. Сюда, говорит Лена, еще любимого человека, с которым можно было бы проводить вечера. Это было вообще шик, блеск, красота. Ну, а также Лена вспомнила Селима в театре. Вот вы, говорит Лена, меня все время упрекаете в том, что я одна, везде одна. А мне, говорит, так кайфово быть одной. Наслаждаться жизнью в одиночестве. Куда хочу, туда иду. Что хочу, то делаю. Что хочу, то покупаю. Ни перед кем не нужно отчитываться. Да, неплохо было бы показать все это Селиму. Но ведь Селим не понял бы этой пьесы. Там все на русском языке. Поэтому, в принципе, мне, говорит Лена, и без Селима хорошо. Вообще, рассуждая о том, как лучше одной или с Селимом, Лена поднимает очень серьезный вопрос. Лена потом еще обратится к товарищам-женщинам. У Лены вышел монолог, в котором она обращается к товарищам-женщинам, призывая их быть добрее. Ну, а вообще, Лена зачастую, между строк, как бы, поднимает в своих видео очень насущные темы. Очень важные темы. Например, тема женского одиночества в 55+. Одиночество ли это? Или же это награда, это люкс, который женщина заслужила, наконец-таки, в 50+, просто жить так, как она хочет. Лена сама себе противоречит. С одной стороны, она не может дождаться, когда же Селим приедет в Соединенные Штаты Америки, и они заживут семейной жизнью, и будут бороться вместе с какими-то там проблемами, будут создавать быт и уют. Но ведь на самом деле, если смотреть на жизнь Лены Хэппи, самые ее радужные и интересные моменты происходили как раз-таки, когда Лена была одна. Мне кажется, что наиболее подходящий вариант для Лены Хэппи – это гостевой брак как раз-таки. То есть, когда никто не стоит над душой, когда не нужно ни перед кем отчитываться, и в то же время вроде ты как не одна. Например, вот отношения с Родни были бы идеальны сейчас. То есть, Родни там у себя в домике на болоте, Лена у себя под Майами, и в то же время он есть. Родни есть, время от времени они пересекаются, время от времени он приезжает, пытается что-то по дому делать, время от времени Лена туда едет на барбекю, они болтают, общаются. Плюс, ко всему прочему, Родни продолжает решать все административные вопросы Лены Хэппи. Она сама нам об этом рассказывала. Каждый раз, когда ей приходит какое-то официальное письмо, Лена даже не пытается разобраться, что там к чему. Она перенаправляет это письмо Родни, и тот уже начинает звонить, кого-то там вызванивать, наводить справки, узнавать, как лучше поступить, и все за Лену решает. То есть, в принципе, это такой вот гостевой брак без заключения брака, гостевые отношения с очень серьезной поддержкой, с очень серьезными бенефитами, в частности, бесплатная квартира под Майами. Какой бы это ни был район, какой ветхой и темной не была бы сама квартирка, тем не менее, не каждого пустят вот так вот просто бесплатно жить, взяв на себя, взвалив на себя, можно сказать, все затраты, связанные с содержанием этой квартиры. Кроме того, можно было бы параллельно находиться еще в одном гостевом браке, или еще в одних гостевых отношениях, тут уже отношения с Селимом. Не обязательно тащить его к себе на постоянной основе. Мне кажется, это как раз-таки все и испортит в отношениях Лены и Селима. Пока это гостевой брак, вот такой вот курортный, так сказать, брак, это еще куда не шло, это еще терпимо, в прямом смысле этого слова, по крайней мере, для Селима. Но когда начнется бытовуха, и если вдруг Лену начнут ограничивать в свободах, то есть туда нельзя, сюда нельзя, эти деньги тратить нельзя, мне кажется, Лена расцветает как раз-таки, когда она между отношениями. Но Лене, как говорится, видней, она любит качели, она любит пребывать в браке, в то же время оставаясь свободной. Вот такой парадокс в свое время Лена его озвучивала. Посмотрим, что будет дальше. Единственное, что мы можем с точностью уже заявить, так это то, что у Лены нет никаких проблем с материальным достатком. Лена потянет и себя, и того парня. Потянет она Селима, потому что Лена ведет себя действительно как состоятельная барыня-сударыня, ни в чем себе не отказывает, на цены не смотрит. В четверг Лена идет в салон красоты, где ей сделают стрижку, то есть хватит на Лену давить. Лена сама понимает, что ей обязательно нужно сходить в салон красоты. В общем, у Лены все прекрасно. Люди продолжают задаваться вопросом, откуда у Лены деньги, что это такое, что это за подпольный какой-то золотой запас, валютный фонд, откуда все это берется. В общем, люди в недоумении. Но с другой стороны, вы знаете, с нашими благеруньями все так сейчас запутано. В свое время Люда Флорида Ялта тоже нам рассказывала о том, что она провозила какие-то чемоданы с долларами через какие-то таможни. Полагаясь, опять же таки, на каких-то посредников, не будем показывать пальцем. В общем, в этой жизни каждый крутится как может. Тем более, что вроде брат Лены Хэппи уже разобрался с этой системой, то есть как, что можно, куда вывозить. Кстати, я не знаю, обратили ли вы внимание, но я заметил, что встречаясь с родственниками, Лена не пересеклась в Москве с братом. То есть в Турции они виделись, а за все пребывание в России Лена не пересеклась с братом и его семьей. И некоторые люди поговаривают о том, что брат уже живет на постоянной основе именно в Турции. Ну или, по крайней мере, большую часть времени проводят в Турции и вообще за границей. Может быть, с этим как-то все связано. Но в любом случае у Лены все прекрасно, у Лены все хорошо. Лена полна энергии, Лена светится от счастья. И в последнем шортсе Лена объявила о встрече с подписчиками в Москве. Да, Лена перед отъездом решила встретиться со своими поклонницами. Встреча состоится в пятницу. В субботу Лена уже улетает, а в пятницу у вас есть возможность встретить Лену Хэппи в кафе под названием Грабли. Если название этого кафе вас не пугает, то милости просим встреча с Леной Хэппи на Старом Арбате кафе Грабли пятница 8 декабря. Во сколько я не помню, если вас это интересует, посмотрите шортс Лены Хэппи. Она там предоставила контактную информацию. У вас есть возможность увидеться с Леной Хэппи и, возможно, даже преподнести ей какой-нибудь сувенир, какой-нибудь подарочек в связи с днем рождения. Только, пожалуйста, это я уже от себя добавляю. Не несите ничего большого, ничего массивного. Несите что-нибудь миниатюрное или то, что можно съесть и выпить, чтобы с собой не тащить. Получается, что хоть и с опозданием, но Лена сдержала свое слово. Помните, в свое время в одном из прямых эфиров, находясь во Флориде, Лена говорила, что в связи со своим днем рождения она, возможно, устроит встречу со своими поклонниками где-нибудь в кафе или в ресторане именно во Флориде под Майами. Этого не произошло. Лена не рискнула встречаться со своими поклонниками именно в Майами, потому что, ну, все-таки вокруг много недоброжелателей, которые и угрозы в адрес Лены высказывали. Давайте скажем честно, если не дай бог что случится, никто там разбираться не будет. А в Москве это совсем другое дело. В России Лена окружена своими близкими, своими родными. Лена чувствует себя легкой, свободной, у Лены душевный подъем, улыбка не сходит с ее уст. Лена сама сказала, что все время улыбка не сходит с моих уст. Короче, Лена решила с открытой душой встретиться со своими подписчиками, посидеть в кафе, правда, только часика-полтора, потому что у Лены очень много дел, все время какие-то планы, все время какие-то культмассовые мероприятия. Кстати, за билет в театр Лена заплатила 5000 рублей, неплохо, говорит Лена, тем более, что это премьера, то есть это где-то 50 долларов, 50 долларов тут, 50 долларов там, но зато какой заряд энергии, какое культурное обогащение, о таком Лена и не мечтала. И вообще, Лена сейчас пребывает на таком подъеме эмоциональном, Лена все время бежит куда-то, бегает, уже ничего не болит. Театры, концерты, салоны красоты, шикарные отели и любимые кафешки и рестораны. Что еще нужно для полного счастья? Даже Селим пошел по боку со своими визгами и писками, капризами по поводу ногтей, не понравился ему цвет Лениных ногтей, нужный натюрель. Ну и тут Лена не стала тушеваться, а четко и ясно ему ответила, не ссы, мальчонка, ногти не зубы, вырастут новые, а лак слезет, все будет окей. В общем, полное преображение Лены Хэппи, совсем другая сейчас Лена Хэппи у нас на экранах, спокойная как удав, довольная жизнью. Я так понимаю, что все административные дела Лени удалось уладить. Лена обратилась, как я уже говорил, к товарищам с женщинам. Будьте женщины добрее, я наслаждаюсь жизнью, у меня все хорошо. То есть Лена даже не кричала, не визжала, не пищала, не ругалась. Я всегда говорил, когда у вас в жизни все нормально, все хорошо, вам неохота никого оскорблять, вам неохота никого опровергать. Пусть думают, что хотят, у меня все хорошо, я сытая, довольная, говорит Лена Хэппи, особенно после рассольничка, так хорошо лечь на диванчик. И просто посмотреть YouTube, и не хочется даже париться, и не хочется даже никого опровергать. Пусть говорят, что хотят, а у меня все в шоколаде. Вот такое заявление от Лены Хэппи. Ну а мы с вами с нетерпением будем ждать преображения Хэппи, потому что завтра у Лены на повестке дня парикмахер, завтра на повестке дня стилист, визажист. Лену преобразуют, Лене сделают стрижку модельную, но, естественно, длину убирать не будут, не дай бог, усилимо будет инфаркт. Нет, Лене просто придадут форму волосам, волосы станут мягкими и шелковистыми, будут более дисциплинированными, не будут развиваться на ветру так, как они делают сейчас, хотя в театр Лена пошла заплетя косы. Заплела косу, я так понимаю, на затылке и пошла в театр, очень стильно одевшись, в какую-то блузку, показала себя, говорит, ничего, для театра прилично терпимо выгляжу. Вот такие у нас новости от Лены Хэппи. Все идет по плану, Лена оккультуривается, Лена светится от счастья. Напишите, пойдете ли вы на встречу с Леной Хэппи на Старом Арбате, если вы проживаете в Москве или Московской области. Если пойдете, передавайте Лене пламенный привет. Лена сейчас не смотрит обзорщиков, передайте ей, что мы ее смотрим пристально, за ней наблюдаем. И потом активно обсуждаем на моем канале. Если у вас есть замечания, дополнения, пожалуйста, пишите, делитесь. Я всегда с превеликим удовольствием читаю все ваши комментарии. Надеюсь, что у вас все хорошо. Будьте здоровы, берегите себя. Благодарю всех, кто подписался на мой канал, кто поставил лайки. Мне очень приятно. Поздравляю всех с наступающими праздниками. Желаю всего самого-самого наилучшего. Ну, а мы с вами встретимся снова на моем канале. Пока-пока.